Яркая постсоветская Россия делит одно пространство с портретами фронтовиков и популярными личностями нашего времени, а рядом жизнь военная в Кабуле. Представленные здесь в горках картины Геннадия Животова, заслуженного художника Российской Федерации, являются кратким экскурсом в основные направления работы мастера. Будучи в Афганистане, он создал цикл работ «Афганский дневник». Здесь нет военных баталий, увидеть войну сквозь лица, образы и детали. За этот цикл работ Геннадий Животов был награжден Министерством культуры и Союзом художников СССР серебряной медалью имени Грекова. Большую роль в жизни художника играют фронтовики. Им посвящен раздел парных портретов – лица героев молодых, и они же десятилетия спустя. Вообще, написание портретов для художника является основным направлением в работе. Честно говоря, у меня были планы к моему 70-летию сделать большой цикл портретов моих близких друзей. Но этот план частично реализован. Геннадий Андреевич Зюганов, Андрей Фейфилов здесь, Сергей Харламов – это писатели, художники, журналисты. А кроме прочих известных личностей можно увидеть портрет народного артиста России Вячеслава Кобзева по совместительству близкого друга автора портрета. Он ходил на мои концерты, я ходил на его выставки, бывал у него в мастерской. И вот так вот он знал меня, как говорится, с пеленок. Поэтому я считаю, что этот портрет из всех вот здесь, пусть они на меня не обидятся, но он самый такой, ну не побоюсь слова, гениальный. На открытии выставки собрались самые близкие – друзья и коллеги. Добрые слова и пожелания успехов, а также высокую оценку его творчества дали художнику собравшиеся. Все эти годы он не просто рисовал, он колдовал. Это работа магическая, это работа, связанная с выкликанием победы. Это работа, связанная с гигантской тратой сил, энергии. Чем больше он тратил сил и сгорал, и превращался в пепел, тем больше этот пепел превращался в алмаз под страшным давлением времени, под страшным давлением жизни. Жизнь глазами Геннадия Животова. Экспозиция в горках открыта для посещения.